Повсюду опасности, убийство и воровство добычи. Эта обильная растительность может обеспечить едой самые большие на планете стада диких травоядных. Однако конкуренция становится все более ожесточенной, так как и люди племени Масай и животные соперничают за свою долю в добыче. В сегодняшнем видео, досмотрев его до конца, вы станете свидетелем моментов, когда люди Масая, используя копья и стрелы, отбирают добычу у опаснейших львов, леопардов и гепардов. Каждый год на равнинах Серенгети в Танзании происходит одна из крупнейших миграций диких животных. Путешествие этих мигрирующих животных долгое, трудное и опасное. Эти дикие животные являются основным и важным источником пищи для хищников и коренного народа Масай. Когда все травоядные мигрируют, на них охотятся все, кому не лень. Львов считают одними из самых грозных хищников среди всех хищников, которые успешно пользуются миграцией для своей охоты. Все начинается с наблюдения. Открытный подход, затем затаивается и ждет, когда добыча подойдет поближе. Наконец, стремительная атака. В саванне высокие травы, которые хорошо скрывают многих хищников. Мощная атака, и клыки впиваются в горло жертвы. В конце концов, львица валит антилопу. Сегодня всему семейству досталось вкусное и сытное блюдо. Цвет их меха сочетается с цветом степной травы, что помогает львам легко приблизиться к добыче, оставаясь незамеченными. Обычно они бросаются на свою добычу сзади. Но когда зверь оказал сопротивление, грозный охотник превратился в трусливого котенка. И эта львица оказалась не слишком храброй. Гепард – самая быстрая большая кошка. Однако и антилопы обладают поразительным ускорением и невероятной ловкостью. Гепард известен как король скорости. Он способен развивать скорость до 120 км в час. Они также являются одними из самых грозных охотников саванны. Под палящим солнцем происходит чрезвычайно напряженный момент. Из-за травмы передних ног антилопа не может успевать за стадом. Она осталась позади и ей пришлось защищаться от гепардов. Возможно, это последний бой в ее жизни. Но пристальный и уверенный взгляд антилопы заставил охотников отказаться от преследования. Всем людям, как и племени Масай, не хватает когтей, клыков и силы, чтобы конкурировать с такими большими кошками. Поэтому им приходится полагаться на свой интеллект, слаженность, копья и стрелы. Их тактика заключается в том, чтобы дождаться, когда львы поймают и убьют импалу, а затем украсть их добычу. Чтобы добиться этого, люди из племени Масай должны действовать группой, слаженно и организованно. Несмотря на то, что этим гепардам удалось поймать антилопу, они все еще не успели насладиться с таким трудом, заработанной едой. И теперь они должны защитить свою добычу от конкурентов со стороны двух африканских аборигенов. Однако смелые действия аборигенов, в конце концов, заставили двух больших кошек отступить. После того, как лев расправился со своей добычей, тузенцы стали приближаться, чтобы отобрать у него добычу. Благодаря использованию остро-ноточного оружия, смелости, они успешно угрожают и отпугивают больших кошек. Благодаря своей тактике тузенцы и на этот раз успешно отбили у больших кошек их добычу. Обычно они ждут и терпеливо наблюдают, до тех пор, пока царь зверей насладится частью своей добычи. Отважные жители племени Масай в Кении смело подходят к грозным хищникам, чтобы отобрать небольшую порцию роскошной еды, которую ел львиный прайд. Быстро нарезав мясо, пока разбежавшиеся в кусты львы не опомнились, туземцы уходят прочь, оставив остаток туши льва. Страус – самая крупная и тяжелая птица в мире. Кому же, у них еще и очень длинные мускулистые ноги с острыми когтистыми пальцами. Страусы живут небольшими стаями в пустынях и саваннах Африки. Врагами страуса являются различные хищники, такие как гиены, львы и гепарды. Страусы не могут летать, чтобы избежать опасности, но могут наносить мощные удары ногами, которые могут серьезно ранить нападающих. Мать страусиха постоянно наблюдает за происходящим вокруг. Каждое блестящее, богатыми питательными веществами яйцо – настоящее сокровище для голодных хищников. Например, для таких, как черноспинный шакал. Эти маленькие охотники очень опасны. Страусы матери делают все возможное, чтобы отвлечь шакалов от гнезда. Но в этот раз все безуспешно, и страусихи пришлось пожертвовать одним яйцом. На равнинах Серенгети в Африке страус уронил яйцо, которое привлекло внимание еще одного голодного черноспинного шакала. Хитрый хищник не мог никак найти способ его разбить. Страусиное яйцо оказалось слишком большим и скользким. Страусиные яйца являются важным источником белка. Но черноспинный шакал не придумал способа, как его съесть. Перед вами один из немногих видов птиц, умеющих использовать камни в качестве инструментов. В итоге не дикие собаки, а египетские стервятники сумели расколоть скорлупу страусиных яиц. Настало время, когда терпение матери страуса принесло свои плоды. После многих дней непрерывных встреч и борьбы с опасными хищниками, на свет появились страусята. Но угроз от этого не стало меньше. За деревом новый вожак гиен ведет свою стаю поближе к страусятам. Гиены часто охотятся на новорожденных животных. Мать страус их осела и прикрыла своих детенышей крыльями, пытаясь скрыть их от охотников. Страус самец нападает на гиену первым, атакуя своими длинными и сильными ногами. С уходом гиен угроз все равно не стало меньше. Этот страус попал в засаду сзади, устроенную львом. Страус был застегнут врасплох и не смог среагировать и был повержен. Страусята следуют за своими родителями в поисках еды. В саванне молодые страусята легкая добыча, в том числе и для молодых львов. Пользуясь редкой возможностью, самка лев бросается на стаю птенцов страуса и хватает одного из них. Страусиные яйца очень богаты питательными веществами. Настоящий клондайк в диком мире. И многие животные хотят их заполучить. Матери страусихи приходится вести бесконечную борьбу за свои яйца. И даже туземцы хотят страусиных яиц. Страусиха быстро разгадала намерения туземцев. Она яростно прогнала одного из них и сумела защитить своих детенышей. Лев считается царем зверей из-за его величия и превосходящей силы по сравнению с другими животными. Львы всегда находятся в позиции хищников, наводя ужас на других животных. Этот крупный вид кошек часто охотится группами. Совместная охота дает им возможность охотиться на крупных и сильных животных. Самый быстрый способ победить антилопу Кудо, на которых они часто охотятся, это задушить ее, схватив клыками за шею. Однако, во время нападения, которое происходит в воде, такая техника не работает. Благодаря своему охотничьему опыту, львиный прайд может предсказать, куда может сбежать антилопа Кудо. Львы и гиены, как известно, являются хищниками высокого уровня. Это сделало гиены львов непримиримыми соперниками из-за борьбы за еду и территорию. В большинстве случаев львы даже не хотят съедать своих конкурентов, даже если они их схватили. Это делается только для того, чтобы продемонстрировать свою силу и запугать всех, кто осмелится приблизиться или угрожать им. Африканская саванна – невероятно стрессовое место для выживания. Потому что самые опасные хищники животного мира в любую минуту могут оказаться рядом с вами. И вы даже не будете подозревать об этом. Только посмотрите, сколько смельчаков пытаются приблизиться к царю звезды. Хотя эта сцена не редкость, давайте посмотрим повнимательней, что здесь за история. Опытный лев-самец остается спокойным и наблюдательным. Кажется, его нисколько не смутила тактика гиен запугивания издалека. Однако гиены осмеливаются угрожать только с безопасного расстояния, не решаясь приближаться к нему. Обладая ловкостью, интеллектом и способностью убивать тихо, большие кошки являются идеальными убийцами. Нередко происходят столкновения леопардов и огромных питонов. И эти столкновения всегда ожесточенны. Питон использует для атаки мощные укусы и в случае удачи последующий захват свои кольца. Леопард не проявил испуга. Он использует свои острые когти, чтобы атаковать ползучего монстра. Аборигены обнаружили присутствие на своей территории двух дерущихся незнакомцев и быстро прибыли на место. Леопард быстро забежал на дерево, на какое-то время там было безопасно. Однако его врагу повезло не так сильно. Эта группа аборигенов тщательно готовилась, чтобы вытащить гигантского питона. Просовывая палки в пещеру, аборигены сумели вытащить хищника из его укрытия. А вот так аборигены празднуют удачную охоту. Вы когда-нибудь были свидетелем такого экстремального способа охоты на питонов? Просунув свои ноги в логово питона, юноша использовал их в качестве приманки. Буквально через несколько минут ногу схватил питон и был вытащен. Это был очень крупный питон, длиной более 6 метров. Этому юноше очень повезло, что его получилось вытащить. Напишите свое мнение о таком способе охоты в комментариях под этим видео. Посреди Африки группа аборигенов готовится к охоте на антилопу куду. Это дикое животное с длинными изогнутыми рогами, которое воины аборигены считали ценным охотничьим объектом. Группа аборигенов была хорошо подготовлена, располагая самодельными копьями, а также умелыми охотничьими навыками, которым они учатся из поколения в поколение. После многочасовой погони, как охотник, так и добыча были измотаны. Но так не могло больше продолжаться. Наконец, загнанное животное обессиленно падает на землю. В дебрях Африки местные племена аборигенов научились сосуществовать с дикой природой. Точнее, обкрадывать леопардов и гепардов. Хотя они и являются опасными животными и могут нападать на людей, эти племена научились успешно отбирать у них добычу. Субтитры создавал DimaTorzok